Сбербанк России. Меня зовут Павленко Никита Александрович. Дело в том, что 14 раз был произведен вход в ваш личный кабинет Сбербанк Онлайн из города Москва. Сориентируйте, это ваше действие? Нет. Фиксирую данную информацию. Также были зафиксированы три транзакции. Имя получателя Коваленко Михаил Сергеевич. Вы проводили данные транзакции? Нет, конечно, если я не заходила. После данной транзакции ваш общий баланс, учитывая ваши карты, и ваши счета в общей сумме составляют 742 рубля 19 копеек. Укажите, с данным осадком вы согласны? У меня там 1050 было. С данным осадком вы не согласны, верно? Конечно, нет. Фиксирую данную информацию. В таком случае наш разговор записывается и будет предоставлен в судебном разбирательстве. Для оформления заявки о факте мошеннических действий на данный момент из-за данного моря регламентных вопросов. Укажите, карты нашего банка, а также других банковских структур не утеряны, не украдены? Нет, у меня. В данный момент находится у вас? Ну, конечно. Укажите, когда лично вы пользуетесь картой нашего банка в магазинах, либо же в банкоматах, всегда ли вы забирали чеки? Нет, не забираю. А что у нас забирать? Чеки, так как на ваших чеках после пользования в магазинах указываются первые шесть и последние четыре цифры. Ого. В таком случае банк имеет предположение, что утечка могла произойти конкретно из магазина. В таком случае укажите, пожалуйста, город и также магазин, в котором последний раз проводили операцию по вашей карте. Ну, Пятерочка, Челябинск. Фиксирую данную информацию. Также укажите, при пользовании карты на сайтах всегда ли вы проверяли наличие зеленого замка, который закреплен в верхнем левом углу? Не помню. Внимание не обращаю даже на это. Всегда обращайте внимание на наличие данного зеленого замка, так как он связывается о том, что данный сайт является безопасным и можно оставлять личные данные. Ясно. Также на данный момент, вот запись разговора, укажите, какой лично вы фиксировали остаточный баланс после последней произведенной лично вами операции? Ну, по-моему, там было 50 тысяч и что-то там 420 рублей, что ли. 50 тысяч и 400 рублей приблизительно, верно? Ну, примерно, да. Фиксирую данную информацию. Данная карта является дебетового образца? Ну, как, обычная, да, дебетовая. То есть не фиксирую данную информацию, да? Не зарплатная, да. Какого образца зарплатная? Виза, мастер-карты? Вива. Фиксирую данную информацию. Также укажите, когда вы в последний раз пользовались кредитной картой нашего банка? Да, я не пользуюсь кредитной. Фиксирую данную информацию. То есть у вас не имеется кредитной карты, верно? Фиксирую данную информацию. Укажите, возможно, то есть за вами закреплена в данный момент кредитная карта, укажите, возможно, вам курьер доставил карту, а вы ею не пользовались? Нет, не было такого. Я не заказываю. Фиксирую данную информацию. У вас всего одна карта Сбербанка, верно? Да. Фиксирую данную информацию. Ранее в нашем банке оформляли потребительский кредит, либо же ипотечный счет. Да нет, у меня муж хорошо зарабатывает. Мне это не нужно. Фиксирую данную информацию. Он мне иногда кидает большие суммы на карту. Фиксирую данную информацию. Укажите, вклады в вложение, либо же сберегательные счета имеются в нашем банке? Ну, мне приходят большие суммы, так что у меня вклады, я их просто снимаю и храню. То есть у вас имеется вклад в вложение, верно? Ну, да. На какую сумму вы также открывали данное вклад в вложение? Ну, а вы разве не можете это увидеть, посмотреть-то? Да, на информацию мы запрашиваем. С ваших слов, как просверли списание с лицевого счета. Денежные сети также могли снимать из вашего вклада вложения. Ого. Надо проверить. У меня Сбербанк рядышком. Сейчас сбежу. В Сбербанк, то есть сейчас идти небезопасно. Почему? Так как в данный момент произошла полная утечка вашей информации лично. То есть такие, как СНИЛ, паспортные данные, полная информация по вашим счетам, а также по вашим картам. Данная утечка могла произойти с отделения банка, в котором вы постоянно обслуживаетесь. И в данный момент небезопасно идти в данное отделение банка. В дальнейшем, после окончания нашего разгона, вы в обязательном порядке подходите в отделение Сбербанка, так как будет вести судебное разбирательство, и также будет выясняться, кто именно из сотрудников остался произвести данные операции. И также воспользоваться вашими личными данными. Наталья Николаевна, приблизительно осуществленный баланс по вашему вкладу вложению. Сориентируйтесь, какой фиксировали лично вы? Ну, где-то 120, по-моему, было. Фиксирую данную информацию. Также сориентируйтесь, когда в последний раз проводили пролонгацию данного счета? Да они у меня давненько уже лежат, месяца 8, наверное. Фиксирую данную информацию. То есть в ближайшие 8 месяцев вы не проводили пролонгацию? Нет. Фиксирую данную информацию. Также когда вы в последний раз присутствовали в отделении нашего банка? Да, я туда редко хожу. Карта же на руках, снимаю, когда надо. Фиксирую данную информацию. Также ваш номер телефона с окончанием. 24.14 был указан другой банковский структуре. Укажите, в каком банке вы также регистрировали ваш номер телефона? Ну, не в каком, только в Сберии у меня, в Сбербанке. Фиксирую. То есть вы ранее никогда ни в каком другом банке не обслуживались, верно? Нет, нет. Фиксирую данную информацию. Сейчас также будет выясняться информация, по какой причине ваш номер телефона подвязан также в сторонние банки. Следующее, что вы слово нашего банка помните, который оставляли при получении карты? Не знаю, где записано. Не помню. Вы не припоминаете. Фиксирую данную информацию. Также сейчас буду передавать для полтехнических отделов. Позднее не дадут также ответ. Таким образом будем отменять данные операции. Ориентируйтесь. Сейчас также для судебного разбирательства. Полная дата вашего рождения 0201 1967. Верно? Верно. Фиксирую данную информацию. Также в данный момент, Наталья Николаевна, сейчас мы также буду переводить на старшего специалиста. В дальнейшем вас проконсультировать, ориентируйтесь. Личным кабинетом нашего банка пользуетесь? Конечно, пользуюсь. Как же без этого? Захожу. Фиксирую данную информацию. Также буду сейчас передавать данную заявку также в технический отдел. Также был добавлен просто в ваш личный кабинет дополнительный финансовый номер телефона, при помощи которого был выполнен ход в ваш личный кабинет. И также пытались произвести операции. Вы там немножко подведите, что вообще происходит. Наталья Николаевна, сейчас мы с вами также связались для выяснения данных обстоятельств. В данный момент мы будем также возмещать ущерб, который вы понесли. Наталья Николаевна, мы сейчас будем возмещать ущерб, который вы понесли. Возмещать? А как вы это можете сделать? Ого, здорово, я рада. Какие вы молодцы, а? Хорошо. Буквально одну-две минуты. Оставайтесь на день и не рассоединяйте звонок. Будет вам удобно? Да. Не рассоединяйтесь. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Да, здравствуйте. Вас беспокоит старший специалист в вашей группе безопасности Сибербанка России Александр Александрович Петров. Как фамилия скажите, пожалуйста? Александр Александрович Петров. Ой, так приятно, спасибо. А вот, в данной ситуации, подскажите, пожалуйста, вас только что детально проинформировали по состоянию вашего личного кабинета. Ой, ну сказали, там что-то списывают с меня и вы хотите вернуть, да? Да, дело в том, что в данной ситуации по вашему лицевому счету сумманный баланс составляет 44 рубля 25 копеек. Как это 44? Смотрите, в данной ситуации денежные средства, которые были по вашему лицевому счету списаны, находятся в обработке, то есть на сейфовой ячейке нашего банка. То есть получателю они не были зачислены, поэтому в данной ситуации мы будем подавать заявку на возврат денежных средств по вашему лицевому счету. Нет, не верните их, пожалуйста. Да, вот, поэтому мы с вами связались, чтобы вас об этом проинформировать. На данный момент, Наталья Николаевна, проинформируйте. У вас ко мне имеются дополнительные вопросы, возможно, вам что-то непонятное, я вас более детально проинформирую по данной ситуации. Да, у меня есть вопрос к вам. Задавайте. Александр Александрович, да? Да, да. А как вас на самом деле зовут? Александр Александрович Петров. Да, Петров. Ага. И сколько? И сколько? Разводите вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...